Это наш старый знакомый, руководитель предприятия «Болград Автотранс» Владимир Гиржу. В одном из предыдущих выпусков итогов мы рассказывали, как автопарк готовится к прямым рейсам в Болгарию, Грецию и Румынию. Но помимо бюрократической волокиты существует еще одна помеха для поездок в страны ЕС. Это все действительно нелегальное, таким, скажем, левым путем, как внутренним, так и международным, нелегальным микроавтобусом, перекладным путем. А это, опять же, такой бизнес в неправовом поле, то есть отсюда и налоги непонятно никуда не уходят, и рабочие места, и все отсюда вытекающие. Особенно в свете вот этого закона децентрализации, потому что это все налоги идут в местный бюджет. Если говорить, допустим, и по государству даже, то тут тоже дабы правы, потому что много нелегальным путем, незаконным осуществляют эти свои деятельности. Рейды по выявлению нелегалов проводятся еженедельно, начиная с середины мая. Проверяющие отрабатывают разные направления, в основном на юг региона, поближе к воде. Как только находят машину, не имеющую законных оснований для своей деятельности, пассажиров пересаживают в другие автобусы, легальные. Сделаются соответствующие материалы про порушения, потом они надаются до регионального управления, где зарегистрировано транспортный засоб, в данном случае это в Одесской области. Выкликаются на разряд справы властников этих транспортных засобов, и после этого разряд уже выносятся, або не выносятся, штрафные санкции для порушников. С начала лета проверяющие спецгруппы проверили документы у 250 автобусов. Кстати, предъявить претензии нелегалам, которые стоят на конечной остановке, практически нереально. У водителей появляется масса аргументов в свою защиту. Табличку убрал и ждет многодетную семью. Проверено около 250 уже транспортных средств. Из них где-то около 20 автомобилей выявлено. Все выявленные факты мы будем передавать в Укртрансбеспеку и ходатайствовать Укртрансбеспеку о лишении лицензии этих перевозчиков, которые были замечены в нелегальных перевозках. Помимо этого выписываются соответствующие акты и протоколы. Со стороны инспекции штраф 1700 гривен. Небольшие деньги, как по моему мнению. То есть это должно быть более жестким, более финансово проблемным для нелегального перевозчика. Штраф сбільшается. Штраф заплачен. Какая гарантия, что эта машина снова не выйдет на линию? Ну, гарантии никто не может дать. Но если он снова выйдет и будет заниматься нелегальным перевозом, будут снова штрафы. Но, как правило, где-то на месяц-два такие водители уже не работают. Пока Украина до полной победы над перевозками в грузовых мерседесах еще далеко. Система наказания на законодательном уровне слишком лояльна к нарушителям. Впрочем, и поведение пассажиров, которые готовы ехать как угодно и на чем угодно, тоже не способствует наведению порядка в сфере перевозок. Есть спрос, есть предложение. Виталий Химий, Григорьевич, телеканал «Репортер». Супер.